Несмотря на древность астрологии, с каждым днём ее популярность только возрастает. Ежедневные гороскопы, тесты на совместимость знаков, ретроградный Меркурий. Это всё стало частью нашей жизни. Екатерина студентка. Несмотря на свой юный возраст, она опытный астролог. Вот, значит, сегодня Марс ретроградно-статический. Совсем скоро он будет 5 часов назад отправиться в ретроградное движение. Получается, в моих тройках по физике виноват Меркурий в 10-м доме? Да, именно так. Скажи, пожалуйста, откуда появился интерес к астрологии? Я придерживаюсь такого мнения, что когда ты находишь любимое дело, это не ты это выбираешь, а оно само находит себя. Поэтому у меня нет ответа на этот вопрос. Мне это приснилось, как Менделеева приснилась его таблица. Я путешествовала, и на 2 месяца я оказалась в другой стране. Когда ты находишься в другой культуре, тебя посещают разные творческие мысли. И поэтому я пришла к решению, что нужно заняться чем-то новым, интересным, необычным для себя. Я пробовала на своих друзьях, экспериментировала на знакомых, постоянно искала то, что я еще не умею, не знаю, искала ответы на эти вопросы. И в какой-то момент получилось так, что нету больше того, чего я не знаю в этой области. И я стала зарабатывать на этом. Часто астрологи проходят через стену непонимания со стороны окружающих. Многие считают астрологию лженаукой. Однако Катя уверена, астрология вовсе не наука, а язык, который объясняет сочетание символов и планет. Да совместимы вы! Катя, скажи, пожалуйста, астрология полезная, но не всемогущая наука. На какие вопросы она ответить не может? Дело в том, что каждый день в жизни мы совершаем очень много разных решений. Каждый раз мы делаем выбор. И события зависят не только от нас, а еще от окружающих людей, от каждого человека на земле. И когда мы совершаем определенный выбор, вектор прогноза, он меняется. То есть на сегодняшний день прогноз такой, но на следующий день твой партнер может что-то передумать по отношению к тебе или встретить, например, другого человека, заняться чем-то более интересным для себя, и прогноз уже может поменяться. Поэтому мы не сможем никогда предугадать до конца, но мы можем примерно определить вектор тенденции. Ну что там звезды говорят? Нужно в амгистатуру поступать? Катя, как лично на тебя повлияло занятие астрологией? Возможно, ты стала строить как-то по-другому свой день или просто это стало смыслом всей твоей жизни? Расскажи, пожалуйста. Это точно не стало смыслом всей моей жизни. И я вообще не рекомендую делать что-либо смыслом всей своей жизни, потому что это мне как раз таки объяснила астрология. То, что каждый человек очень разносторонний и многогранный. И он состоит из множества деталей. Он не является одним знаком зодиака, потому что, например, людей знака зодиака стрелец 667 миллионов на планете. И они каждые абсолютно разные. С помощью астрологии, как ты уже сказала, я начала лучше планировать свой день. Я вообще стала знать лучше, что происходит, что будет завтра, чего мне стоит опасаться, к чему стоит стремиться. У меня пропала паника, тревога. Я стала жить более осознанно, потому что я поняла, что я представляю из себя и к чему я иду. У близнецов сегодня идеальный день для учебы, но я все никак не могу влиться в учебный процесс. Может, гороскопы на мне не работают. Подскажи, пожалуйста, как советуют звезды, что делать, чтобы продуктивно и с пользой провести этот учебный год? Этой осенью будет ретоградный Марс и ретоградный Меркурий. Звезды не советуют копить долги с первого учебного дня. Стоит заняться делами, которые копятся у вас с прошлых лет обучения и не создавать новых долгов. Выполнять все домашние задания в срок. Иначе декабрь, который будет очень праздничным месяцем, и следующий 2021 год, который будет намного лучше 2020, начнутся у вас исключительно с негативных событий. У тебя есть свой блог. Еще ты курируешь своих учеников, и вы занимаетесь астрологией вместе. Расскажи об этом поподробнее. С недавних пор я решила, что я могу передать свой опыт другим. Я решила обучить девушек и парней этому чудесному знанию астрологии, чтобы они могли лучше выстроить свою жизнь. Я не делаю из них профессоров, я не выпускаю из них консультирующих астрологов, но понятным языком я им объясняю, как они могут улучшить свою жизнь, наладить отношения с близкими и избежать кризисных моментов в жизни. Звездный мир можно разгадывать так же бесконечно, насколько бесконечно наша Вселенная. Верить звездам или только в самого себя каждый решает сам. Кто-то стремится избежать ошибок, найти пути раскрытия своего потенциала, мотивировать себя на совершение чего-то большего. Наша героиня помогает таким людям разгадывать эту тайну звезд. Кто-то яростно отвергает астрологию, приводя все новые и новые аргументы против. Но это все не важно, ведь когда по радио читают гороскоп, в ожидании своего знака замолкают все.